Дорогие друзья, я всех приветствую у себя на канале. Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Сегодня у нас очередное видео. Мы будем рассматривать сокровища, которые я нашла в Second Hand. Украшения винтажные и не очень. Надеюсь, что вам будет интересно. Надеюсь, что вы получите удовольствие. Давайте перейдем к рассмотрению того, что я сегодня представляю на ваш суд. Итак, давайте начнем рассматривать мои находки, мои украшения. На улице пасмурно, идет дождик. Дело к осени, конечно, приближается. И, вернее, уже практически осень. И настроение такое немножко минорное. Но, тем не менее, у нас на столе яркие краски, блестящие стразы, украшения. Никакой дождь, никакая погода не испортит нам настроение и любовь к ярким украшениям и блестящим бусинкам. Ой, я сегодня даже не знаю, с чего начать. Но давайте начнем с этой шикарной, великолепной броши, которая лежит ближе всего к камере и просто просится в кадр. Посмотрите, какая необыкновенная красавица. Это брошь с меркозитами. Переливается, блестит и сверкает. Необыкновенная красота меркозитов прекрасна еще тем, что, при том, что, в общем-то, они не цветные и не яркие, в то же время это необыкновенная такая мерцающая красота этих камней, которые, в общем-то, настолько элегантны и красивы, что заменяют собой любые цветные красивые камушки и стразы, которых у нас тоже сегодня на столе предостаточно, как вы видите. Фокус у меня сейчас на броши, поэтому плохо видно, что там лежит сбоку. Ну и ладно, нам нужно фокусироваться на нашу брошку. Значит, давайте посмотрим обратную сторону. Видите, иголочка немножко выгнутая. Никаких маркировок я не нашла, не нашла ее изображение в интернете, не нашла ничего подобного. Опять же, повторюсь, я не волшебник, я только учусь. Мои познания в винтаже и в украшениях довольно еще слабые, просто это мое увлечение и хобби, которым я очень увлечена, поэтому не судите строго, если я брякну и лякну что-то не то по поводу возраста или производителя. Умные, знающие люди меня поправят в комментариях, за что им большое-большое спасибо. И не знаю, девочки, возраст этой броши. Сделана она очень качественно. На мой взгляд, она винтажная, но знатоки, слово за вами. Почему я так думаю? Потому что немножко вот здесь вот есть некоторое такое пожелтение, чуть-чуть-чуть сход покрытия, хотя с обратной стороны она совершенно замечательно, прекрасно сохранилась, но не знаю, не знаю. Ну и вообще, как бы такой дизайн и вот такой вот такой вот этот букетик и веночек, он как-то очень напоминает что-то довольно винтажное. Не знаю, девочки, трудно сказать, но красота необыкновенная. Это такой букет. Здесь вроде бы как колоски, здесь, в общем, какие-то листья. Ну, вы все видите, что-то долго говорить. Брошь красивая, очень-очень красивая, очень богатая и благородная. Так, следующая брошь совсем другая. Наверное, современная. Вот такая вот брашированная задняя часть, иголочка, замочек. Ничего особенного, все обыкновенно. Опять же, повторюсь, наверное, не винтажная. Ну, если да, то может быть годов восьмидесятых максимум. И то, наверное, вряд ли, потому что мне кажется, что вот такой вот мятый металл — это какое-то вот нововведение последних, более-менее последних лет. Ну, говорить не берусь. Такая, знаете, она простая и в то же время что-то в ней есть необычное и загадочное. Странная такая, я бы сказала, брошь. Хотя бы даже потому, что вот этот, например, синий кабошон, он больше, чем два других кабошона, что, в общем, довольно странно как бы. Она, по идее, должна быть симметричная. Ну, во-первых, кабошоны расположены несимметрично, во-вторых, видите, они разного размера. При этом вот эти два одинаковые, вот этот один побольше. Странно, правда? Ну, вот такая вот интересная брошечка. Вроде бы такая простенькая на первый взгляд, а вот так вот, видите, какая-то немножко загадкой, потому что два таких сцепленных кольца и несимметричные кабошоны расположены. Больше того, они все разного размера, ну и, естественно, все разного цвета. Интересная штучка, интересная брошь. Тоже, скорее всего, пластиковые кабошоны, но очень красивые и очень качественно она выполнена. Все в ней замечательно и прекрасно. Ну и люблю такие, знаете, современная брошь, современное выполнение, но необычное, интересное. Уж не знаю, какая уж была идея у дизайнера, почему он так странно расположил эти кабошоны, почему он их сделал разного размера, но это оригинально. Конечно, это оригинально. У нас два браслета, давайте посмотрим сначала на этот браслет. Какой интересный и красивый браслет. Вы знаете, я никогда не покупаю браслеты вот такие вот стретчные резинки. Вернее, у меня есть несколько таких браслетов, но я перестала их покупать после того, как у меня несколько браслетов порвалось. И я, ну как бы, нанизать их назад очень сложно, проблематично. Я не знаю, как это делать. И вообще, как бы, на мой взгляд, все браслеты вот эти вот на резинке, это обычно какие-то дешевые, дешевенькие браслетики, копеечные. Можно сказать, я в секонд-хенде такое не покупаю. Если я уже что-то покупаю в секонд-хенде, я стараюсь покупать, чтобы это была какая-то уже вещь. Но, вот этот браслет произвел у меня впечатление, опять же, во-первых, потому что он такой, знаете, хорошо сделанный. Он крепкий, тяжелый, довольно тяжелый. Очень интересного цвета и качества металл. Очень красивые вот эти вот вставки, красиво, блестящие, красиво переливающиеся вот эти стразы. Производит впечатление качественного браслета. Какого-то даже, я бы сказала, дорогого. Хотя, я думаю, что дорогие браслеты на резиночках не делают, а делают их как-то по-другому. Вот такая вот обратная сторона. Никаких маркировок на нем нету. Но, вот, если бы вы могли подержать его в руке, вы бы поняли, что браслет как бы непростой. Вот, на мой взгляд. Очень легко одевается, за что я его люблю. Вот, за что, чем хороши вот эти браслеты на резинке, что они очень легко одеваются и снимаются. Никаких проблем с застежкой, ничего. Вот такая вот интересная вещь. Мутный, я бы сказала, такой, знаете, металл. Это не яркое золото, а не блестящие звенья эти, не блестящие, а вот такие вот матовые. Красивая вещь, необычная. Имею от него удовольствие, ношу с удовольствием, потому что он очень легок в обращении. Еще один браслет, давайте я вам его покажу. Опять же, по моим представлениям, он винтажный. Во всяком случае, очень похож на винтажный браслет. Никаких маркировок нету. Застегивается и расстегивается с большим трудом. Опять же, вот по замочку видно, что он не новый, видите? Он такой, видно, что он ношеный и пожилый. Замок немножко такой с какими-то уже тут немножко патина, где-то грязь, не знаю, в общем, не отмывается что-то. Но по виду он напоминает мне винтажный браслет, хотя обратная сторона прекрасно сохранившаяся. Я думаю, что обычно в винтажных браслетах редко, потому что все-таки он трется о руку, и это, как правило, делает как бы более, так сказать, возможным сход покрытия. Не знаю, хотя производит впечатление винтажного браслета. Тоже не нашла никакой информации про него. Вот здесь вот, ой, я смотрю не в камеру, а на него разглядываю и съехала рука у меня. Вот это вот такие перламутровые пластины. Я видела украшения винтажные вот с такими вот элементами. Есть такие кулоны, есть броши такие. Есть очень популярная брошь, по-моему, или кулон, с такой, знаете, в форме балерины, с юбкой, сделанной вот из таких вот круглых перламутровых пластин. Если вы знаете, о чем я говорю, очень часто попадающиеся вот именно такой винтажные броши. Здесь есть еще очень маленькие жемчужинки, но в некоторых местах они утеряны. Вот здесь, например, одна утеряна, вот тут утеряна. По-моему, в двух только местах утеряны эти жемчужинки. Они немножко тоже с них сошло покрытие. Ну, в общем, не знаю. На мой взгляд, браслет винтажный, но очень необычный, красивый, оригинальный. Прямо вот, знаете, такой, не знаю, необычный. Вот так вот он выглядит на руке. Крупный, тяжелый. Классный. Нравится он мне. Как и многие винтажные украшения. За что мы любим именно винтажные украшения? За их оригинальность, необычность и неповторимость. Хотя есть много современных украшений, которые тоже очень оригинальны и необычны. Давайте рассмотрим эту брошь. Я не знаю. Мне кажется, что она винтажная, девочки. Обычная иголочка. Вот такая вот застежка. Вот с такими вот зайчьи ушки, как я это называю. Опять же, не знаю, как правильно терминология. Довольно тугая застежка. Но, в принципе, работает. Все хорошо с ней. Сзади часть кристаллов открытых, часть кристаллов закрытых, как вы видите. Ну и за счет этого достигается определенный эффект в их сверкании и мерцании. Часть кристаллов, по-моему, выполнена в технике Аврора Бореали. Из покрытия. Ну, вот эти круглые. Вот это, по-моему, вот этот кристалл. Необыкновенно красивый. Посмотрите, какой необыкновенно красивый синий цвет. И разные оттенки синего цвета. От практически серого до темно-глубокого синего. Вот этот немножко такой серо-синий. Этот прям такой совершенно синий. Вот этот прям такой прям кобальтово-синий цвет. Брошь небольшая, но необыкновенно красивая. Она такая немножко выгнутая таким домиком. Видите, как она? Такая вот не плоская, а имеет такую вот полукруглую, я бы сказала, форму. Но очень красивые кристаллы. Необыкновенные, красивые. И прям такие, знаете, волшебная туманность Андромеды, я бы сказала про нее. Опять же, не нашла никакой информации, никаких маркировок. К сожалению, к сожалению, нет. Но выглядит она как брошь. Качественная и очень хорошая какого-то бренда. Я знаю, что очень многие грешат на вот такие броши с кристаллами. Называют их брошь от Джулиана. Я не настолько специалист, чтобы сказать, что это брошь от Джулиана. У нас, я видела, как бы, какие характеристики для этих брошей. Но я не думаю, потому что там есть вот тоже закрытые-открытые кристаллы. Замочек всегда выполнен вот таким вот образом. Никогда никаких треугольных замков и ничего. Но там есть вот круглые кристаллы, припаянные вот таким вот, как восьмерка такая, знаете, выполнена. Здесь вроде бы такого нету, поэтому я не скажу, что это Джулиана. Но очень хочется в это верить. И уж очень она похожа, уж очень красиво блестит и переливается. Теперь давайте посмотрим на серьги. Клипсы, вернее. Это клипсы, они маркированы. Давайте сначала рассмотрим, как они выглядят. Вы знаете, они такие странные. Вот так вот она выглядит на ухе. То есть вот я покажу, я примерю. То есть вот здесь вот мочка, и вот так вот она закрепляется. Она как-то вся вот так вот крутится и болтается. Поэтому я долго не могла понять, что же здесь происходит. На самом деле вот она клипса. Вот так вот она прикрепляется к уху. И это кольцо закреплено вот здесь вот таким вот образом. Необычный такой дизайн. Я до сих пор не очень могу понять, что к чему здесь. Но вот такие вот они клипсы. Не очень большие, в принципе, нормальной такой длины. Очень такого, я бы сказала, стандартного дизайна. То есть, в принципе, по-моему, их могут носить все на любые совершенно мероприятия. И на работу, и на выход, и везде, и всюду. Они такие, в общем-то, простые, но в то же время оригинальный дизайн. И это клипсы от Сара Кавентри, Сара Коф. Вот здесь вот есть, видите, маркировка и знак копирайта. И маркировка есть на самой застежке. Сара Коф. Верхногами я показываю, да? Не знаю, если вам видно, но, в общем, поверьте мне на слово. Ну, что интересно, знаете, необычно в этом в том, что маркировки присутствуют только на одной клипсе. Вот здесь есть на правой, на правой, почему? Потому что она в правой моей руке. На одной из них есть маркировка и на вот этом вот кольце, и на застежке. А на второй маркировки нету нигде. Видите? И это очень странно, но так, видимо, было придумано. Не знаю. Видимо, в какое-то время изделия Сара Кавентри маркировались вот таким вот образом. Не знаю, почему. Что если у вас потеряется одна серьга с маркировкой, то вы никогда не узнаете, что вторая, она выполнена вот Сарой Кавентри. Принадлежит именно к этому бренду. И следующее, конечно, украшение. Вы, наверное, конечно, его заметили. Я не знаю, если у меня есть фокус, потому что оно так все блестит, что... Не заметить его было сложно, потому что необыкновенные красоты кристаллы и камни, которые переливаются, как ненормальные. Это, конечно, украшение современное, хотя это бренд J.Crew. Американская компания, которая производит одежду и украшения. Довольно известная. Вот здесь надписи, всякие тут значки. Потом замочек этот очень характерный для украшения J.Crew. Выглядит она как будто бы под старину. Но что хочу сказать, что компания J.Crew была образована в 1985 году. Поэтому, если вот так подумать, то, в принципе, это может быть украшение. И где-то 80-90-х, которые, в принципе, уже вот в винтажных каталогах относят к винтажным украшениям. Все, что старше 20-30 лет, это зависит от стран. В некоторых странах 20-летние украшения уже винтажные. То есть, конец 90-х это уже винтаж. В некоторых 30. То есть, это... Если сегодня у нас 22-й год, то считайте, что все, что выполнено после 92-го года, это уже считайте винтаж. А в некоторых странах 20-х, то есть, в 2002-м году это тоже уже винтажные. 2000-й год это уже винтажные украшения. Но я, честно говоря, как бы не называла бы их винтажными Хотя, в принципе, конечно, так по букве закона они винтажные Но для меня винтаж это все-таки вещи хотя бы где-то, ну вот с 80-х Как-то вещи 90-х Потому что я в 90-х была еще уже, так сказать, вернее, женщиной 30-летней И уже как бы поэтому я помню это время Я очень хорошо помню этот период времени Для меня это трудно называть винтажом Потому что я очень хорошо помню это Для меня винтаж это что-то более старинное Но не важно Короче, вот такая вот у нас здесь цепочка Цепочка довольно длинная Украшение кулон Просто необыкновенной красоты Здесь присутствуют все абсолютно цвета возможных природных практически И блестит это очень все переливается красиво И камни разные Видите, вот есть камни, которые не прозрачные, как дунатовые Есть камни блестящие Есть камни, которые больше сверкают, меньше сверкают Но согласитесь, пройти мимо этого было и не купить этого украшения было невозможно Тем более такой сорокий, как я Как вы понимаете, что я, конечно же, тут же его схватила В лапки и побежала на кассу Чтобы никто его не утащил у меня Очень яркое украшение, нарядное такое Ну, в принципе, я ношу его и на работу Я вообще все ношу на работу У меня нет вещей для работы и не для работы Вот, и, конечно же, я очень им довольна Очень его люблю И я хочу сказать вам, что вот по качеству украшения J.Crew Они необыкновенно хорошего качества Как вы видите, вот эти вот камни-кристаллы Они ничем не отличаются от прекрасных винтажных камней-кристаллов Которые прекрасного качества Я думаю, что это вот через лет 20 Наши внучки будут гоняться за Ой, пардон, упала За украшением J.Crew Как мы сейчас гоняемся за украшениями Трифари, той же Джулианы Той же Сары, Кавентри Как что-то очень качественное Прекрасное, замечательное, винтажное Которое вот сохранилось до тех будущих дней Вот такой красивый кулон от компании J.Crew Вот, дорогие друзья, такие у нас сегодня были украшения Такие у нас были прекрасные, интересные, красивые мои находки Я надеюсь, что вам понравилось Надеюсь, что вам было интересно И увидимся с вами совсем скоро В следующем видео Примерок, украшений, болталок Всё, что вы любите И всё, что вы любите смотреть на моём канале А с вами была ваша дита из Канады Люблю, целую, пока, пока, бай